Друзья, рядом со мной сидит молодая девушка по имени Ева. Она пришла к Максу на занятия. Мы сейчас узнаем, кто она и чем она увлекается. Ева, расскажите про себя, пожалуйста. Я Ева, моя фамилия Рацин. Вообще-то я из Украины. Я из Закарпаттия, из Мукачева. Это маленький городок. Ну, там живет где-то 13 тысяч человек. Я в Америке месяц, но я здесь была раньше. Я сейчас четвертый раз здесь вообще-то. Ты приехала сама, с родителями? Я приехала с родителями, с сестрой, к родственникам. Тебе нравится, что в Америке ты моделируешь, что тебе интересного, что Макс делает? Да, я решила попробовать именно здесь. Я не знаю, почему, я никогда не думала об этом в своем городке, потому что не было перспективы, и мне 17. Да, и я решила попробовать здесь. Я увидела объявление в интернете про кастинг. Это как бы нам дали рекомендацию про этот кастинг. Наши знакомые просто дали рекомендацию и дали ссылку, и мы посмотрели в интернете. И вот что произошло? Твои родители проверили, насколько это все легально, правильно, или просто пошли, как вы смотрели? Наверное, вы не одну ссылку видели, или это была единственная ссылка, которую ты видела и просто пришла? Ну, это как бы была рекомендация, и мы верим этим людям, поэтому мы решили. Если это приходит от знакомых, от друзей, то, скорее всего, здесь ничего плохого не происходит. Понятно. Скажи мне, вот то, что сегодня здесь происходит, тебе интересно, ты что-то полезное получаешь? Да, мне интересно, я получаю какую-то новую информацию, и вообще это как бы пригодится жизни, я так думаю. Каким образом это может пригодиться? Я думаю, моделинг делает девушек более женственными, и как бы, ну, я не знаю, как бы, делает более уверенными в себе, я думаю. Ты думаешь, что вот если это необходимо быть в себе уверенным, и нахождение на сцене, это может быть полезно? Привыкаешь к сцене, привыкаешь контролировать окружающих со сцены, как вот модель это делает за счет сексуальности, за счет умения владеть аудиторией, что достигается этим, как это достигается? Ну, я думаю, что это достигается за счет эмоций, и за счет подачи, насколько модель открытая для общества, и насколько она уверенная в себе. Если она показывает уверенность, то тогда люди будут уверены в ней. Но если она будет закрытая, то люди не захотят на нее смотреть. Говори, ты юная, тебе 17, как моей дочери. В чем разница между моделями, которые, скажем, взрослые, которые нам по 30, по 40 лет, 25, ну, как бы, адалт, и моделями тинейджера твоей сверстницы? В чем, ты думаешь, отличаются модельные интересы? Если честно, то я не знаю, как бы, я думаю, что если... Девушка может, скажем, 25-30 лет, она может моделировать просто потому, что она хочет быть не просто красивой, а выйти замуж, там, и встретить очень богатого жениха. А в 17 лет ты, может, не думаешь о женихе, ты думаешь просто о красоте, о искусстве. То есть в чем отличие, вот, что тебя сейчас привлекает в модельном искусстве, в отличие от того, что может быть в дальнейшем? Ну, сейчас меня привлекает, как бы, саморазвитие. Я хочу просто узнать, в чем я хороша. И если я не попробую моделинг, то тогда я никогда не узнаю. И из-за этого я пришла на кастинг. А если вот зрители смотрят передачи с тобой и захотят позвонить тебе, пригласить тебя на фотошут или на модельное какие-то шоу, как с тобой связаться? У тебя есть Инстаграм? Твоя мама, наверное, управляет этим делом. Ну, у меня есть Инстаграм, у меня есть Фейсбук, то есть связаться со мной вполне реально. Сказать, как я записана в Инстаграме? В Инстаграме я записана как, типа, EVE.RATHYS. Спасибо, друзья. Надеюсь, что вам было интересно. Всего хорошего. Bye.